Основными моделями опухолей на сегодняшний день являются трехмерные клеточные культуры. Однако существует проблема получения опухолевых сфероидов, поскольку существующие технологии не позволяют получать сфероиды в достаточном количестве из некоторых типов опухолей. Мы уже давно занимаемся диагностикой и терапией онкологических заболеваний, разрабатываем тест-системы, исследуем микроокружение опухоли. И мы выиграли проект российского научного фонда. Это больше фундаментальное исследование было. Мы исследовали межклеточную коммуникацию посредством внеклеточных визикул. Внеклеточные визикулы – это крошечные внеклеточные пузырики, которые выделяют клетки различных тканей или органов в окружающую их среду. Благодаря этим структурам опухолевые клетки могут взаимодействовать между собой и другими клетками организма, перенося онкогенные белки. Тем самым визикулы могут как поддерживать рост опухоли, так ее и угнетать, если они принадлежат иммунным клеткам, которые имеют противоопухолевую активность. Проводя фундаментальные исследования, мы обнаружили, что при добавлении внеклеточных визикул стволовых клеток и опухолевых клеток к опухолевым сфероидам мы можем модулировать сферообразование. То есть мы можем получать большее количество сфероидов и также можем получать сфероиды с повышенной жизнеспособностью. Таким образом, мы сделали вывод, что мы можем влиять на этот процесс. Есть опухоли, которые образуют сфероиды в меньшем количестве или вообще их не образуют. А использование подобных систем очень актуально для тестирования противоопухолевых препаратов, а также для персонализированного подбора лекарственных средств. Данные исследования визикул использованы учеными Казанского федерального университета впервые. Оно позволит снизить затраты на разработку новых веществ. Мы также используем уникальный метод получения внеклеточных визикул. Это обработка клеток специальным веществом, которое приводит к дезорганизации цитоскелета. Таким образом, мы добавляем вещество, клетки взбалтываем и все клетки распадаются на визикул. Мы получаем большое количество визикул. Поскольку естественные визикулы, они образуются в меньшем количестве, мы можем получать большое количество визикул. Таким образом, их использовать в промышленном масштабе потом для тестирования уже препаратов и добавления к кислородам. Работа над разработкой системы для тестирования препаратов на основе 3D модели опухоли проходила в несколько этапов. Для начала ученые исследовали коммерческие культуры опухолевых клеток. Сейчас мы проводим исследования на клетках пациента, чтобы уже оптимизировать нашу технологию под персонализированный скрининг. В дальнейшем мы планируем трансплантировать наши сфероиды иммунодефицитным животным для того, чтобы уже исследовать их восприимчивость к терапии в инвиво, то есть в организме. На сегодняшний день ученые Казанского федерального университета работают с клетками, которые получены из биоптатов пациентов с заболеваниями. Это рак молочной железы, желудочно-кишечного тракта и другие виды опухолей.